Лето у многих ассоциируется с летним отпуском, с отдыхом, в горах, в море, на даче, с укреплением иммунитета, оздоровлением. И это все произойдет только в одном случае. Если вы знаете, как правильно изменить свой режим и рацион питания, в соответствии с не самыми простыми погодными условиями. Потому как даже если ваш образ жизни подпадает под характеристику офисный плантон, то есть вы перемещаетесь в окружающей среде достаточно так вяленько-лениво, и в этом случае при определенных условиях ваш организм серьезной опасности. И вместо укрепления иммунитета вы можете его подавить, вместо оздоровления можно просто быстро умереть. Я знаю, о чем я говорю. Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр. Автор сотен видео в интернете. Только на моем канале YouTube более 650 видео. Общая продолжительность которых более 8000 минут. Просмотрев которые, вы можете узнать, как правильно питаться в любое время года. Как правильно изменять свой водный режим. Как активность физическую, эмоциональную правильно проявлять в разные периоды года. А в этом видео вы узнаете, просмотрели его безусловно до конца. Почему для занятий спортом, фитнесом, либо на приусадебном участке летом вам нужны не только большое желание и сила воли, но и огромный запас здоровья. Вы также узнаете, какие показатели вашего состояния здоровья нужно обязательно контролировать. Ну и как правильно поддерживать правильное питание летом. Почему же для занятий спортом летом вам нужны не только большое желание и сила воли, но и приличный запас здоровья. Напомню, летом температура окружающей вас среды обычно становится более такой теплой. Если температура воздуха вышла из комфортного диапазона 18-24 градуса и стремится выше, а цифры могут быть совершенно разные, чем выше температура, тем больше усилий нужно прилагать для сохранения высокого уровня здоровья. Потому как в этих условиях номер один это охлаждение организма. Его нужно обеспечить. И как правильно вести в этих условиях? Давно известно, восточная медицина давно нашла рецепт медитации, статические позы в йоге, ограничение питания, потому как то ли мышца во время напряжения, то ли печень во время приема пищи производит нагревание крови. Соответственно, нагревание организма и он может легко перегреться. А если вы на лето перерыв в занятии экспортом не сделаете, у вас мышцы работают, и вы должны обеспечить, опять-таки, дополнительное питание, то есть включить в работу печень. И в этих условиях нужно правильно пройти между вот этими несколькими опасностями, подробнее о которых я расскажу вам прямо сейчас. Пожалуй, самая главная опасность летом это температура воздуха и его влажность. Эти показатели меняются по своему усмотрению, вне вашего желания, и только от вас зависит, как вы будете менять все остальное, чтобы организм не перегревался. Потому как эти показатели требуют от вас испарять воду через кожу, и пока кожа влажная, вы в безопасности. Фактически эффект сауны. Но, когда вы в сауну идете, или в баню идете за здоровьем, обычно вы там находитесь несколько часов, после этого, после этих нескольких часов у вас определенный период отдыха, обычно несколько дней. Если вы банщик, то обычно цикл у банщика, рабочий цикл, это примерно неделя. Он находится в таких условиях примерно неделю. Дальше у него опять-таки отдых по графику. Погодные условия развиваются сами по себе, по своему усмотрению, и создают вам определенные опасности. Потому как, чем продолжительнее такая экстремальная температура, больше сложностей для вашего здоровья, особенно, если вы собираетесь заниматься спортом. Да, конечно, некоторые скажут, ребята, мы на улице не бегаем, мы в тренажерном зале, в спортклубе, там прекрасные условия, воздух прохладен, и перегревание нам не угрожает. Но! В спортзале другие опасности. Воздух прохладен, да, но он и сухой. Низкая влажность воздуха требует от вашей дыхательной системы больше воды на испарение. Иначе очень легко обострить, как минимум, бронхит. А как максимум, заработать еще и пневмонию в этих условиях. Поэтому, занятия спортом в тренажерном зале, да, они легче, для перегревания особенных условий не создано. Но! Вы можете вспомнить детский бронхит, или пневмонию, или обострить бронхиальную астму. Потому как эти состояния очень зависимы уже от сухого воздуха, который может их легко и просто нарушить. занятия спортом в зале для вас это кратковременный эпизод. Это может быть час-два. А все остальное время вы находитесь в окружающей среде. И вам нужно не только помогать себе выживать в тех условиях, но и обеспечить суперкомпенсацию в мышцах. Вы же занимаетесь в зале не для того, чтобы потерять там время, а для того, чтобы приобрести какие-то возможности. чтобы развить силу, выносливость каких-то мышечных групп. А при этом мышцы обычно работают, в них идет расход белка, и вам нужно усиленное белковое питание летом. А белок, посмотрите мое видео, как правильно питаться летом. Это один из самых сложных продуктов летом. В плане обеспечения оптимальной терморегуляции и предупреждения перегревания организма. Конечно, если вы занимаетесь спортом, то самый опасный продукт вы вряд ли вводите в свой организм. Это алкогольные напитки. Спирт еще более опасен летом, чем белок. Но белок вам необходим. И вот как все эти комбинации правильно сложить, вы узнаете чуть позже в этом видео. Смотрите его дальше. Какие же показатели обязательно нужно контролировать при занятиях спортом летом? Я бы разделил их на две группы. Тактические и стратегические. К тактическим я бы отнес появление сухости во рту и чувство жажды в связи с физической нагрузкой. Или в связи с другими нагрузками, которые вы своему организму позволяете. При этом появление сухости во рту говорит о том, что ваш организм уже частично обезвожен, но все еще способен выполнять нагрузку. Появление жажды говорит о том, что нагрузку все-таки нужно прекращать. Иначе у вас есть серьезные опасности для вашего здоровья. И опять-таки они могут быть как тактические сейчас, так и стратегические на перспективу. Многие при появлении сухости во рту, чувство жажды, начинают пить воду. Я вас понимаю, да, эти ощущения уменьшаются, но резко увеличивается перегрузка сердца. И тактически вы выиграли, вы смогли в тренажерном зале побыть еще каких-то 10-15-20 минут, стратегически вы проиграли. Потому как резко увеличенный объем крови создает условия для растяжения мышцы сердца, растяжения полостей, и вы приобретаете своеобразное спортивное сердце достаточно быстро и легко. Поэтому пить в связи с физическими нагрузками нужны разные виды жидкостей, но либо до, либо после. А физическая нагрузка проверяет, насколько ваш организм готов к тем условиям, в которых он работает. Если вы все делаете правильно, вы нагрузку выполняете по максимуму, а сухость во рту и жажда не появляются. Если вы плохо подготовились к физической нагрузке, то это не говорит о том, что вам теперь нужно ее выполнять до упора. Потому как упор может быть в карете скорой помощи в лучшем случае. А так как врачи обычно при ухудшении сердечной деятельности стягают сердце, вместо того, чтобы влить в кровеносное русло дополнительное количество воды, сделать кровь менее густой и облегчить работу сердца, то вероятность выхода из кареты скорой помощи она не такая большая. Поэтому занимаетесь вы физическими нагрузками летом. Да. Вы должны к ним подготовиться. И если вы способны, ваш организм способен сегодня и сейчас выполнить эту нагрузку, выдержать ее. Честь вам и хвала, вы все делаете правильно. Если нет, возникают проблемы. Если вы ошибаетесь часто, вы рискуете серьезно не просто здоровьем, своей жизнью. И о том, какие показатели нужно стратегически контролировать, чтобы лучше переносить физические нагрузки и получать большие результаты, вы узнаете прямо сейчас. стратегически важные показатели, которые нужно контролировать, и вы это можете легко делать в домашних условиях при занятиях спортом летом, основных их два. Это синяки под глазами и динамика изменения массы тела. Синяки под глазами говорят о том, что вы перетренировали свой организм, он в состоянии усталости хронической, и любые нагрузки в этом состоянии будут совершаться тяжелее, вы сможете выполнить значительно меньшую работу, а если выполните привычную вам работу, то слишком много потеряете. Потому как нагрузка на сердце и на сосуды в этом случае чрезмерна. Масса тела очень важный показатель, и вы должны ее контролировать всегда, до нагрузки и после нагрузки, и компенсировать те потери веса, которые произошли в связи с физической нагрузкой. Потому как основные потери в этом случае это вода, и эту воду нужно компенсировать. Да, ваш организм тратил ее на охлаждение и на очищение в какой-то степени, но затраты нужно компенсировать. Откуда он их возьмет сам, если вы эту воду в него не влили, не приняли дополнительное количество жидкости в составе продуктов питания либо напитков. Поэтому два стратегически важных показателя, которые показывают, готовы вы сегодня физической нагрузки или нет. Или вы готовы к осложнениям в разной степени. Наберите на моем канале вязкость крови, как правильно париться в бане, в сауне, и вы поймете, о чем я говорю. Потому как очень жестко может среагировать ваш организм в не самых простых летних условиях. а вот как правильно питаться летом, если вы все-таки занятия спортом не прекращаете на летний сезон. Вы узнаете прямо сейчас. Как же правильно сочетать питание и физические нагрузки летом? Есть один очень важный показатель, который вы обязательно должны учитывать перед тем, как приступать к физическим нагрузкам. Это масса тела. Если она у вас снизилась в процессе тренировок и перед тренировкой стало меньше, чем перед предыдущей, это может говорить только об одном. Мобильные запасы воды в вашем организме уменьшились и физическая нагрузка будет выполняться с большим напряжением. Если вы ее еще и неправильно будете выполнять, то вы потеряете возможности вашего сердца. и к следующей тренировке вы подойдете в еще худшем состоянии. Результат вместо приобретения каких-то возможностей вы теряете жестко здоровье. Поэтому этот показатель нужно обязательно учитывать и ни в коем случае не начинать более интенсивную тренировку, если масса тела у вас снизилась. Потому как основное быстрое снижение веса в связи с тренировками это вода. как же сделать так, чтобы воду не теряли чрезмерно. Для этого нужно правильно отрегулировать рацион питания. И если температура окружающей среды со знаком 30 и выше по Цельсию, со знаком плюс, разумеется, я бы вам советовал оставить в рационе только яйца и кисломолочные продукты, либо молочные продукты. Эти виды продуктов возможно рыба. Они в меньшей степени повышают температуру тела в связи с приемом белковой пищи. А соответственно уменьшают чрезмерные или вовсе ненужные вам потери воды. Потому как если в рационе останутся мясо, птица, особенно красное мясо, организм от употребления таких продуктов питания согревается активнее. А летом это вовсе вам не нужно. Вам нужно думать как охлаждать свой организм. А согревать вас будет собственно физическая нагрузка. И вот согревшись после такой трапезы ваш организм естественно будет пытаться охлаждаться, теряя лишнюю воду. И к тренировке вы подошли более сухим. Мобильных резервов воды меньше. Сухость во рту и жажда появляются раньше. Если вы их терпите без проблем износ сердца. Если вы употребляете воду в процессе тренировки без проблем износ сердца. Просто по другой причине. В первом случае жестко увеличивается вязкость крови. Во втором объем крови. В любом случае нагрузка на сердце будет достаточно значительной. И вместо увеличения возможностей вы будете терять те резервы, которые вы когда-то уже приобрели. когда-то вы сумели создать. Поэтому летом самый простой рацион для спортсменов, для того, кто идет заниматься на приусадебный участок обработкой земли иными физическими упражнениями. Возможная работа у вас связана с физическими нагрузками. Тут только такая коррекция рациона позволит вам выполнять эти нагрузки без риска для здоровья. Потому как риск очень серьезный. перегревание вашего организма и чрезмерные траты воды это нагрузка на сердце. И в зависимости от возраста, как я уже говорил часто говорю в своих видео, либо остановка сердца, либо инфаркт, либо инсульт. Вопрос, какое звено сердечно-сосудистой системы не выдержит, имеет лишь теоретическое значение. Да, это важно для системы здравоохранения. по какой причине у вас возникли жесткие нарушения. Но у вас потерялась приличная часть здоровья. Поэтому, чтобы так не рисковать, нужно правильно отрегулировать свой рацион питания. Я бы не советовал белковую пищу заводить до физической нагрузки. За час-полтора до физической нагрузки у вас должна быть легкая пища. Это могут быть фрукты, это могут быть овощи в разных видах. То ли вы сделали рагу, то ли овощной супчик сварили, то ли компотик употребили. Выбор за вами. Но в данном случае вы в свой организм подбросили энергию и самое главное резерв воды пополнили. В этом случае физическая нагрузка выполняется легче. И вы будете готовы к следующим физическим нагрузкам выполнять их также легко. После физ. нагрузки вы должны учитывать один показатель. Я об этом часто говорю, а здесь просто напомню. ваш исходный вес до нагрузки он будет один. После нагрузки обычно он ниже. И чем лучше вы выполняли советы тренера, чем интенсивнее вы провели тренировку, тем больше воды, как правило, вы потеряли. И вот эту потерю, эту разницу в весе нужно обязательно скомпенсировать. Потому как потери энергетических субстратов, то есть расход углеводов или жиров на энергию на выполнение этой нагрузки он относительно невелик. А расход воды велик и приличный. Поэтому вскоре после окончания тренировки хорошему спортсмену хорошей подготовленности для восстановления уже 3-5 минут. Если вы серьезно перетренировались и кровь у вас густая, то восстановление будет отсрочено. значительно больше чем 5 минут. Здоровый человек напомню, должны показатели сердечно-сосудистой системы, а именно пульс и артериальное давление вернуться к исходным показателям в течение ближайших 3-5 минут после окончания физической нагрузки. Если показатели возвращаются дольше, это говорит о том, что вы немножечко перетренировали свой организм, а возможно вы были просто плохо подготовлены к этой нагрузке. Поэтому индикатор очень простой. Считать пульс наверное умеют многие, чтобы не сказать все. И вы можете легко и просто посчитать и пульс до нагрузки, и когда он вернется к исходному показателю, и прикинуть какой объем жидкости вам нужно компенсировать вскоре после нагрузки. Выбор ваш. Вы можете выпить просто воду, вы можете выпить сок, компот, съесть сочные фрукты. Вода менее предпочтительна. Потому как обычно после тренировки вам нужно пополнить еще и резервы пищи, резервы энергии. Вода энергию не содержит и подготовить вас к приему следующей пищи не сможет. А вот сок, компот, особенно кисло-кисло-сладкого вкуса или кислые фрукты выполняют несколько задач сразу. и пополняют резервы воды. И раздражают желудок для выработки желудочного сока и переваривания следующей порции пищи. Потому как после нагрузки у вас идет расход многих компонентов, в том числе и белков. Вам нужна супер компенсация. Вам нужно восполнить те траты, которые неизменно проходят во время нагрузки. И чтобы в вашем организме создались определенные резервы. чтобы следующая нагрузка могла быть чуть более интенсивной. В этом случае вы по тренировочному процессу идете со знаком плюс и возможности свои постепенно увеличиваете. А параллельно если эти показатели вы контролируете правильно у вас еще будет укрепляться иммунная система. Ну как если в летний период года уйти с белкового питания. Резко ограничить белковый рацион. Мышца работая белки забирает на себя. Иммунная система как второй резервный компонент который удерживает у себя резервный белок остается неудел. Интенсивные занятия в зале или на открытом воздухе не обеспеченные правильным питанием приводят к тому что мышца у вас работает и съедают резервы иммунной системы. какие проблемы возникнут в организме сложно сказать. То ли обострятся вирусные инфекции то ли бактериальные инфекции то ли со временем проявится онкология то ли не будет своевременно омолаживаться клеточный состав в вашем организме тут уже какое звено иммунитета пострадает первым сложно сказать это будет понятно только со временем поэтому чтобы этого не происходило питаться нужно правильно и адекватно если же температура окружающей среды интенсивность занятий приводит тому что вес у вас постепенно снижается нужно быть готовым к осложнениям и чтобы их предотвратить вы не можете заказать погоду более прохладную но вы можете уменьшить темп нагрузок в данном случае вы сохранив физическую активность прошли без проблем более жаркое время года и сможете дальше продолжать занятия не потеряв самое главное не просто здоровье а свою жизнь потому как напомню физические нагрузки которые приводят к увеличению вязкости крови они всегда приводят к этому кровь всегда становится более густой если вам воды не хватило на охлаждение кровь становится чрезмерно густой здесь возникают свои серьезные проблемы поэтому их проще предотвратить потому как врач не всегда сможет успеть к вам на помощь и вывести из не самого простого состояния в которое вы попали просто улучшая свой образ жизни сделав его более активным стремясь заниматься спортом и улучшать уровень своего здоровья поэтому чтобы и врачам было проще а вам жить лучше и дольше лучше питаться летом правильно а на этой положительной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео как воспользоваться этой информацией потому как лето оно для всех лето и от него нужно получать удовольствие а не снижать свое здоровье и рисковать жизнью до новых встреч на моем канале до новых встреч